Внимощи человеческой сила Божия является. Эта фраза в точности описывает монахинь креста Воздвиженского Кылтовского монастыря. Сестры обители сохраняют старинные традиции, принимают паломников, кормят строителей и волонтеров и молятся за весь мир. Сестринскому делу в храме уже 30 лет о женской духовной мудрости Анастасия Тюрнина. В монастырь не уходят, а приходят. Матушка Пинна в Кылтовском уже более 20 лет. Она, как и многие сестры, умеет многое, ведь когда обитель восстанавливали, сестры своими руками делали любую работу. О Боге мы всегда знали, что Бог есть. А так о монастыре самому знала в газете «Веря, что есть монастырь». Я вообще раньше думала, что монастырь идут и живут только в возрасте уже такие взрослые, старенькие женщины. Оказывается, молодые есть. Это меня поразило, конечно. Я тоже решила сходить. Не сходить, конечно, а приехать, посмотреть. Таким образом осталось. В монастыре дело не про ворот, но на чтение и пение всегда остается время. Занимаются здесь любым творчеством. Матушка Пинна выбрала иконопись. Я выучилась. Матушка Елизавета еще учится. Рисование мы всегда рисовали. В школе, здесь немножко, когда время бывало, рисовали. А почему пошли на иконопись? Потому что у нас же здесь были мастерские. Были мастерские золотошвейные, иконописные, гончарные. Разные такие мастерские были. И матушка, появилась возможность в училище, в Калужское духовное училище. Мы спросили, можно ли нам приехать на учебу. Все же у нас по возрасту, может быть, не подходили. Но они взяли нас. И мы с удовольствием пошли учиться, потому что хочется хоть какую-то мастерскую восстановить, пусть небольшую. Сегодня рабочие восстанавливают храм после пожара. Сестры же помогают во всех делах. Несмотря на возраст, они всегда бодры и веселы. Объединяет их духовно игумения Стефанида, настоятельница Крестовоздиженского Кылтовского женского монастыря. На нашем монастыре очень хорошо проявляются слова «в немощи человеческой, сила Божия является». Ну что мы, немощные еще пожилые женщины могли бы сделать здесь, в разрушенном монастыре. А вот посмотрите, приезжайте, посмотрите. Монастырь живет, монастырь красавец, монастырь строится, молится. И здесь столько радости. Поэтому все милостью Божией делается, все милостью Божией делается. И не надо унывать, если какие-то есть трудности. Обратись к Богу, Он тебе поможет. Жительница Сыктывкара Татьяна Корольчук уже четверть века помогает сестрам. Еще в 90-е, когда монастырь только-только начал восстанавливаться, она на своей шестерке привозила в Кылтово все необходимое. Вещи, мешки с крупами и продукты. Всем этим сестры делились с местными жителями и паломниками. Помогает Татьяна и сейчас. Ей уже 70, а она по-прежнему за рулем. Мне 70 лет. У меня четверо детей и 10 внуков. И два правнука. И мне это... Я училась на водителя, чтобы помогать монастырю. Потому что одни женщины, а машины не было. И водителя не было. Но я старалась, чтобы помочь монастырю, чтобы можно было что-то привезти. Бывало даже хлеб возили с Сыктывкара. И муж у меня здесь помогал тоже. И сын помогает. Внук помогает. Почти 30 лет под началом матушки Стефаниды монахини продолжают дело тех, кто строил монастырь и украшал комик рай. Принять монашеский постриг, а вместе с ним и ограничения сможет не каждая женщина. Но у тех, кто принимает такой выбор, он идет от сердца. Анастасия Тюрина, Владимир Кривецун, телеканал Юрган.